Совершено четвертое покушение на Андрея Белоусова. Вчера поздно вечером в половину 12 ночи в кортеж Белоусова влетел автомобиль, начиненный взрывчаткой и только по счастливому стечению обстоятельств не произошел взрыв. Но обо всем по порядку. Андрей Белоусов, министр обороны России, уже известен простому народу России своей непримиримой позиции в борьбе с коррупцией. Его назначение на этот пост стало неожиданностью для многих, но те, кто знал Белоусова лично, понимали, что это был шаг к кардинальным изменениям. Белоусов, выходец из простой семьи, всю свою жизнь посвятил служению Родине. С юных лет он верил в справедливость и честность, и эти принципы стали его жизненными ориентирами. С первых дней своего назначения на пост министра обороны Белоусов начал активно противодействовать коррупционным схемам, пронизывающим всю систему. Он знал, что без доверия со стороны подчиненных и поддержки общества ему будет трудно добиться успеха. Поэтому Белоусов сразу объявил о начале внутренних проверок и аудитов. Министр лично возглавил группу по расследованию финансовых нарушений. Команда специалистов под его руководством начала проверять контракты на поставку вооружений, строительные проекты и расходование бюджетных средств. Были выявлены многочисленные нарушения, от завышенных смет до откровенного воровства. Одним из первых громких дел стало расследование в отношении одного из заместителей министра, который оказался замешан в махинациях с контрактами на поставку продовольствия для армии. Под руководством Белоусова была проведена комплексная проверка, выявившая схему откатов и фальсификации данных. Заместитель был отстранен от должности и передан под следствие. Еще одним примером стала проверка строительства военных объектов. Белоусов лично посетил несколько стройплощадок и убедился в нарушениях, некачественные материалы, задержки в сроках и завышенные расходы. В результате нескольких расследований были уволены и привлечены к ответственности десятки сотрудников, в том числе высокопоставленные чиновники. Белоусов понимал, что одних расследований и увольнений недостаточно. Он внедрил строгие меры контроля за расходами и привлек к ответственности высокопоставленных военных, замеченных в махинациях. Были разработаны и внедрены новые процедуры аудита, в том числе независимые проверки внешними экспертами. Министр также инициировал создание системы прозрачных тендеров, где любой контракт должен был проходить через многоступенчатую проверку. Белоусов настоял на том, чтобы все тендеры проводились в открытом режиме с обязательным участием независимых наблюдателей. Эта мера позволила значительно снизить риск коррупционных сделок. Однако Белоусов понимал, что коррупция в министерстве лишь вершина айсберга. Он начал сотрудничать с антикоррупционными агентствами и общественными организациями, чтобы распространить свою борьбу на всю политическую систему. Его инициатива по созданию независимого комитета по борьбе с коррупцией среди депутатов и политиков вызвала огромный резонанс в обществе. Комитет начал работу с масштабного аудита доходов и расходов депутатов и высокопоставленных чиновников. Выявленные факты несоответствия декларируемых доходов реальным расходом привели к серии громких скандалов и увольнений. Белоусов настоял на прозрачности расследований, что позволило обществу видеть реальные результаты его работы. С каждым успешным разоблачением врагов у Белоусова становилось все больше. Первое покушение на его жизнь произошло через месяц после начала активной борьбы. Четвертое покушение стало самым сложным испытанием для Белоусова. Вечер 19 июля выдался тяжелым для Андрея Ремовича, были проведены очередные совещания с антикоррупционным комитетом, на котором также присутствовали Никита Михалков и Александр Бастрыкин. И, как сообщает ряд источников, там глава СК предупредил Белоусова о готовящемся покушении. Вчерашнее заседание началось в 15 часов дня. Андрей Белоусов открыл встречу, поприветствовав всех присутствующих и поблагодарив их за проделанную работу. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией – это не просто борьба с нарушениями, а ключевой элемент обеспечения национальной безопасности и доверия граждан к власти. Первым пунктом повестки дня было подведение итогов работы комитета за последний квартал. Представители различных ведомств читались о проведенных проверках и выявленных нарушениях. Было отмечено, что благодаря совместным усилиям удалось предотвратить хищение на миллиарды рублей и привлечь к ответственности десятки высокопоставленных чиновников. Далее Белоусов предложил обсудить новые методы борьбы с коррупцией. Он представил инициативу по созданию специальной платформы для граждан, где они могли бы анонимно сообщать о случаях коррупции. Также было предложено усилить контроль за расходами государственных средств путем внедрения современных технологий и систем мониторинга. После обсуждения инициативы по созданию платформы для граждан было решено немедленно приступить к разработке и внедрению этой системы. Ожидается, что платформа позволит оперативно реагировать на обращения граждан и обеспечит прозрачность процессов расследования. Комитет также одобрил предложение Белоусова по внедрению новых технологий для мониторинга государственных расходов. Было решено разработать систему электронного контроля, которая позволит отслеживать все финансовые операции в реальном времени и автоматически выявлять подозрительные транзакции. В завершение заседания Белоусов поблагодарил всех участников за активное участие и выразил уверенность в том, что принятые решения помогут значительно усилить борьбу с коррупцией в стране. Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно достичь значительных результатов и создать условия для развития России как процветающей и справедливой страны. После завершения заседания Белоусов, как сообщает ряд источников, глава следственного комитета Бастрыкин предупредил Андрея Ремовича, что на него готовится очередное покушение. Но никто не ожидал, что оно произойдет так быстро. Белоусов завершил насыщенный день, полный встреч и совещаний и, как обычно, отправился домой. В полдвенадцатого ночи его кортеж двигался по пустыным улицам Москвы, когда произошло нечто, что навсегда изменило его жизнь. На одном из перекрестков из темноты внезапно выехал автомобиль, набитый взрывчаткой. Машина на полной скорости врезалась в кортеж министра. Столкновение было столь мощным, что его автомобиль был искорежен восстановлению не подлежит. Охрана министра среагировала мгновенно, вытащив Белоусова из автомобиля и укрыв его в другом авто. Однако в этот момент все поняли, что ситуация еще более серьезная. Белоусова немедленно доставили в ближайшую больницу. Он был ранен осколками стекла и имел несколько ушибов, но, к счастью, серьезных травм удалось избежать. Врачи быстро оказали первую помощь и стабилизировали его состояние. Тем временем на место происшествия прибыли подкрепления. Вокруг места атаки была установлена усиленная охрана, журналистов не пускают до сих пор на место ЧП. Эксперты и криминалисты тщательно осматривали каждый сантиметр территории, пытаясь найти улики, которые помогли бы установить организаторов покушения. Новость о четвертом покушении на министра обороны мгновенно разлетелась по всей стране. Люди шокированы и возмущены. Социальные сети заполнились сообщениями поддержки и требованиями наказать виновных. Общественные организации и политические деятели выражают поддержку Белоусову. После четвертого покушения меры безопасности вокруг Белоусова были значительно усилены. Ему была предоставлена дополнительная охрана, предоставлен специальный бронеавтомобиль и установлены системы видеонаблюдения в местах его пребывания. Однако министр понимает, что это временные меры и настоящая безопасность будет достигнута только тогда, когда коррупция будет искоренена. Следователи уже смогли установить связь между нападавшими и рядом высокопоставленных чиновников, которые были недовольны антикоррупционной деятельностью Белоусова. Президент и правительство выразили свою поддержку Белоусову, подчеркнув важность его работы и необходимость продолжения борьбы с коррупцией. Были объявлены дополнительные меры по усилению безопасности для всех высокопоставленных чиновников, участвующих в антикоррупционной кампании. Несмотря на все угрозы и покушения, Белоусов не намеревается отступать. Он заявил, что продолжит свою борьбу с коррупцией до тех пор, пока в стране не будет наведен порядок. Его решимость вдохновляла многих и поддержка общества только усиливается. История Андрея Белоусова – это история мужества и непоколебимой веры в правоту своего дела. Он продолжает свою борьбу с коррупцией, зная, что на кону стоит будущее страны. Его пример вдохновляет многих людей на борьбу за справедливость и честность. Будущее России действительно зависит от таких людей, как Андрей Белоусов, готовых бороться за правду и справедливость до конца.